Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами поговорим о моих пяти правилах, соблюдая которые вы в принципе по определению не должны принимать на свой счет оскорбления тем, что вы типа рак и вы прям вот совсем ничего не умеете делать и абсолютно ничего не стоите как игрок. Итак ребят, давайте начнем с того, что в целом понятие рак было введено теми ребятами, которые хорошо классно играют в танки и пытаются таким образом превознести себя и использование термина рак это не обозначение как они это оправдывают тем, что у вас маленькая стата и если стата ниже чем там какой-то порог, который они сами себе придумали, вы уже рак и это однозначно не касается среднего урона, который вы закидываете за бой. Короче говоря ребят, сразу вот это вот все вычеркивайте и выбрасывайте из своей головы, потому что это не является подтверждением того, что вы никчемность. В то же время ребят, хочется сразу расставить точки над И. С одной стороны мне в комментариях допустим писали по поводу того, что игра в Блиц это не хихоньки-хахоньки. Нет ребят, это хихоньки-хахоньки, это игра, которая должна подать вам возможность расслабиться, получить удовлетворение и в принципе отдохнуть от вашей реальной жизни. При этом всем ребят, стоит не забывать, что помимо вас в эту игру играют и другие игроки. И сравнивая это с игрой в футбол во дворе, представьте себе, что вы приходите на футбольное поле для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и не напрягаться. При этом всем там играет уже какая-то команда и хоть вас туда и не звали, вы становитесь частью этой команды, но и соответственно должны быть полезны команде. Поэтому если вы пришли на поле и там где ребята пытаются поиграть, бьете мяч постоянно не то чтобы мимо ворот, а вообще черт знает куда за поле, при этом вы смеетесь, при этом вы бегаете и пытаетесь сдернуть с кого-то футбольные шорты, то вы ребят действительно ведете себя неподобающе, ну просто потому что вы являетесь абсолютно бесполезны для своей команды и мешаете им получать удовольствие. Так где же находится вот эта золотая середина? Это мы сейчас с вами обсудим, ну а перед тем как начнем я хочу попросить каждого из вас подписаться на мой канал. Ребят, моему каналу очень нужны ваши подписки для развития, для возможности конкурировать с другими именитыми каналами, чьи видео по определению сразу попадают в список предлагаемых от ютуба, ну и соответственно мне с ними конкурировать с учетом уровня количества подписок на моем канале крайне-крайне сложно, а мне бы очень сильно хотелось расти и снимать для вас все больше и больше интересного, познавательного и веселого контента. Спасибо вам большое за то, что смотрите мое видео и за то, что подписались на мой канал. Итак, ребят, мои 5 правил, которые сразу-сразу вычеркивают вас из списка раков, если вы будете их исполнять. Первое. Попадая в бой, старайся. Старайся быть полезным. Нельзя заходить в бой сразу изначально с халатным отношением. Вы должны заходить в бой с пониманием того, что от вас в бою нужна какая-то польза, да, то есть вы должны сделать все необходимое для того, чтобы быть результативным игроком. Насколько результативным игроком? Ну, здесь уже по мере ваших способностей и умений. И я не говорю о том, что вы должны по 8-10 часов в день сидеть в танках. Я не говорю по поводу того, что вы должны учить ТТХ машин, знать наизусть уровни пробитий и так далее. Вы просто должны заезжать в бой с определенной целью. И ваша цель победить и сделать для этого все возможное. Не относитесь халатно к своему пребыванию в бою. Вторая. Вторая самая-самая важная, наверное, которая составляющая, которая сразу разграничивает рак вы или не рак. Не мешай. Не мешай играть другим игрокам. Не подлазь под их прицелы. Следи за тем, кто где находится. Ни в коем случае не мешай кому-то играть тем, что ты его толкаешь. Понятное дело, что в игре бывает такое, что случайно кто-то кого-то подрезает. Не догоняй его, не начинай ему мстить. Он мог сделать это случайно. Поэтому второе правило. Не мешай. Наверное, является самым основным, что отличает истинного рака от игрока, который действительно пытается что-то сделать в бою. Третье. Наноси урон. Наноси урона как можно больше. Если ты можешь ехать на передовую, едь. Если ты боишься, лучше не едь и наноси урон издалека. Кто-то скажет, что ты кустарный. Но это не совсем так. Дело в том, что все команды всегда собираются по определенному общему количеству ХП на каждую команду. И это количество ХП, простите, как правило, равно между собой. Если твой танк весит 900 ХП, твоя задача за бой нанести не менее 1000 урона. В таком случае ты уже был полезен своей команде. Ты уже забрал одного такого, как ты, по весу. И, соответственно, можешь быть спокоен за свою результативность. Четвертое. Минусуй стволы. Никогда не разменивай урон, который ты можешь нанести на минусование ствола. Если ты видишь перед собой двух соперников. С одного ты можешь взять максимум ХП. А со второго ты можешь минуснуть ствол и таким образом помоги команде. Выбирай обязательно того, у кого меньше ХПшки и кого ты однозначно можешь вынести в ангар. Ну и пятое правило. Обязательно, обязательно никогда не сдавайся. Что бы ни произошло. Ни в коем случае не поднимай ствол вверх. Это самое позорное, что можешь сделать в бою. И этим ты действительно опускаешь себя ниже плинтусов. Уважай себя и борись всегда до самого последнего финального свистка. И если ты в забой выполнил все пять выше озвученных мною правил, что бы тебе ни писали в комментариях, помни, ты уже не рак. Ты уже сделал многое для победы твоей команды. И те, кто пишут тебе о том, что ты чего-то там недостоин и что ты никто. Поверь мне, они очень сильно ошибаются. Да и плюс к тому, когда ты идешь по улице и слышишь, что кто-то сзади кричит чмо. Но ты же не будешь оборачиваться для того, чтобы убедиться, что зовут именно тебя. Никогда не оборачивайся назад и у тебя все будет хорошо. А на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Мира, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.